приветствую тебя очередная совместная встреча классика технический анализ и фундаментальный делимся своими наблюдениями по рынку подсказываем конкретные торговые рекомендации я все для вас для тех кто следит за нашим совместным контентом творчеством приветствуется всегда фидбэк традиционные пожелания тоже правда вы редко оставляете но возможно ситуация в будущем изменится сегодня как мы и обещали вам с виталием еще понедельник будет очень важный день потому что сегодня публикуются итоги двухдневного заседания американского регулятора в связи с этим волатильность на рынках как минимум будет расти точно будет выше средних уровней сегодня ожидаются серьезные движения по доллару по фондовым активом если среди вас есть фондовики имейте ввиду что потенциально даже сегодняшнее заседание может стать судьбоносной для американского фондового рынка дальше потому что от того как рынок воспримет как интерпретирует эти итоги заседание будет зависеть принципе интерес к риску и спроса на него помимо этого сегодня еще до заседания фрс будет еще и заседание банка канады поэтому сегодня одна из моих рекомендаций непосредственно по канадскому доллару потому что мне кажется что в связи с таким событием пускать из внимания активно прямо непростительно и локально поспекулировать им тоже нужно тем более что до вечера среды когда прогремит фрс нужно чем-то занять себя плане трейдинга какими-то фундаментальными событиями ориентирами и вот пожалуйста отседание банка канады ну прежде чем перейти к идеям непосредственно по канадцу и по гимнатю который я хочу сегодня сказать друзья давайте посмотрим что у нас было в прошлый раз в демонстрации канадами так сейчас рынок нефти открыт терапия 8750 график бренда рекомендации у меня пока что остается прежней это все-таки ожидание дальнейшего снижения причины и мои аргументы они собственно такие же как и в прошлый раз это перекупленность рынка и продаж стратегических резервов я очень жду это решение от китая и очень рассчитываю на то что сша как бы всяких пост китаю и усилит эффект от роста предложения за счет дополнительных продаж со своей страны потому что ранее мы уже вроде как обсуждали с тобой именно конские цены на топливо об штатах если сравнивать особенно с аналогичным периодом прошлого года то как это людей бесит раздражает и то как они связывают эти проблемы на рынке внутреннем плане энергетики с очень недальновидной неправильной стратегически неверной политикой действующего американского на президента конечно же сейчас байден не может этого не замечать и я все-таки понимаю что насколько бы вездесущей всеобъемлющей крутой не была американская экономика лично мне кажется что их инструментарии влияние на глобальный рынок так скажем да вот перебью тебя ты так отметил правильно что ну идет такая внутренняя скажем неприязнь к байдену да из-за вот этих подражания цен на разные активы да внутри страны ну и в мире ну байден сегодня есть сегодня он виноват завтра его не будет скажем а те кто его там поставил то они останутся на своем месте поэтому такой человек который за все будет ну люди которые за все отдуваются так скажем да это действительно так в общем посмотрим какие меры будут предпринимать а сша потому что если в ближайшие торговые сессии вот если ориентироваться на бренды WTI секундочку бренд у нас как я уже отметил график собственно 87 49 ну WTI ну практически прям 86 долларов соответственно если WTI подражает выше 90 долларов за баррель то скачок цен на топливо на нашем рынке еще там процент на 3-5 опять же есть у меня знакомые которые живут в сша и разумеется вот эти актуальные цифры когда стоимость топлива в баллонах если мерить она увеличилась почти на 40 45 процентов это если сравниваете с ценами в прошлом году который тоже многие считали называли непомерно высокими но вот сейчас есть то что есть что-то на рынке нефти должно сейчас произойти либо начнут прям торжествовать покупателей тут же в игру вступят прогнозы они 120 140 150 долларов за баррель по бренду особенно если последует дальнейшая эскалация конфликта напряженности в восточной Европе если в конечном счете что-то случится очередное с беспилотниками может быть даже в более жесткой форме на ближнем востоке дефицит предложения все эти риски разумеется тоже знаю и понимаю давайте мы к ним вернемся тогда когда они реализуются не дай бог конечно же если произойдет но все-таки а пока что на это только лишь опасений мы не видим сейчас проблем с поставками с перебоем добычи и так далее вот если эти риски будут тогда и будем рассматривать как многие инвестбанки цели исключительно бычи пока что я все-таки сторонник того что подешевле мы не можем увидеть все жалко что когда вот а бренда корректировал свое 84 долларов за баррель не пошло вот это дальнейшее развитие потому что я прям уже почесал руки ждал 80 82 когда хотелось уже фиксироваться так по другим активам золото сегодня точно будет в топе самых волатильных инструментов потому что золото будет реагировать на вообще каждое слово джерома паула на каждый намек сигнала относительно дальнейших изменений монетарной политики и мне очень интересно в итоге где золото закроет сегодняшний день какие факторы все-таки станут доминирующими либо это ожидание роста ставок и ожидание дальнейшего роста доходности облигаций что негативно для золота либо все-таки трейдеры завтра когда будут разбирать все обзоры на это заседание фрс решат что риторика фрс была не такой жесткой как могла бы быть поэтому еще подождать какое-то время и так далее и тому подобное но я по золоту ранее рекомендовал длинные позиции с целями 1870 вчера был максимум 1853 я сохраняю пока эту рекомендацию в силе и думаю что золото оттуда доберется индекс настроения кайман который я разбирал для вас друзья рекомендовал смотреть на него большинство по-прежнему шортах поэтому рост может последовать и доллар канадец сегодня прям локально идет снижение друзья 1 2588 что ждать заседание банка канады иногда нужно просто действовать в данном случае прямо рекомендую по рынку надеется вот в этот надеюсь локомотив который дальше пойдет в этом направлении шортить с целями 1 2450 1 24 100 просто на отметке 126 40 1267 50 сегодня напомню я ожидаю что ставка повысит на 0,25 процента аргументов против не вижу рынок труда прогрессирует сфера услуг восстановилась новых ограничений нету инфляция как и везде на высоких значениях почему банк канады не принять вот это решение по нормализации условия денежно-кредитной политики если решение будет принято то сегодня будет очень неплохая сессия для канадского доллара ну и соответственно может работать идея которая звучит звучит а видно и так всех приветствую ну давайте пройдемся по долларовым парам там индекс доллара ранее анонсировал его восходящую восходящее движение в принципе оно локально реализовалась да мы немножко подросли за понедельник вторник на текущий момент я продолжаю удерживать скажем и вижу что индекс доллара будет расти но скажем с этого накопления небольшого которое было на прошлой неделе мы реализация была что дальше уже более сложно сказать не исключая какой-то задерх на новостях от фрс вниз и дальше вверх там уже нужно смотреть как мы закроемся и так далее поэтому кто ранее покупал возможно там перенести в безубыток и удерживать выше евро доллар аналогично была лимитка на пробой вот этой трендовой линии на пробой локального минимума в районе там 1.13 чуть ниже мы ставили сейчас мы болтаемся около нуля дальше продолжаю видеть евро доллар вниз в район там 1.12 и ниже на 1.10 среднесрочном и аналогично вопрос будет ли оно с текущих падать уже или будет какой-то шпиль такой на новостях вверх где-то в район там 1.13.60 1.13.85 это уже скажем рынок покажет но пока удерживать шарты кто ранее не шартил возможно с текущих пробовать шартить 1.12 там 90 с копейками это первый вариант второй скажем если чуть-чуть подрастет где-то в районе там 13.15 на ретесте вот этой трендовой со стоп-лоссами общими за вот максимум там 13.60 за этими поставить если будет вынос этих стоп-лоссов уже по факту будем там дальше смотреть чтобы чтобы будем рисовать обязательно стоп-лосс оставить потому что не исключаем что вдруг улетит какая-то такая свечка вверх потолок и там не ставить стоп-лосс губительно да поэтому пока на рост доллара по евро доллару индексу доллара дальше по нефти в принципе я с тобой ранее был солидарен что ожидаю снижение оно в принципе произошло ты отметил там неплохо мы падали там позавчера в понедельник то есть вот уровня я предлагал как вариант рассматривать шорт такой рискованный он себя локально так скажем реализовал достаточно неплохо там около 300 более пунктов мы ушли сейчас выкупают и такой час икс то есть нужно чтобы они удержали вот эти максимумы локальные которые были на этой неделе в таком случае возможно еще какое-то снижение так как выкупает достаточно агрессивно тренд у нас восходящий поэтому это нужно учитывать поэтому я пока на шорт настроен но скажем так скептически нужно подождать чтобы хотя бы вот сейчас локально там начали загонять под уровень там 85 50 и там пробовать уже какие-то шорты по данному инструменту по золоту в принципе мы все-таки удерживаем вот этот вот эту трендовую линию да ее можно по-разному здесь нарисовать и чуть чуть выше поднять пока все смотрится на пробой наверх но скажем мы обновляем какие-то локальные максимумы но скидывают цену поэтому не исключаю что пока мы ее не сломим вот импульсом наверху таким сильным вчера пытались но чуть чуть не сумели да там полностью ее пробить вот когда сломаем вот хотя бы вот в район там 1880 вот на коррекциях можно будет говорить о там о покупках на текущий момент не исключаю что могут и скинуть пока так наблюдая за этим ну и фондовый рынок конечно его достаточно агрессивно скинули ранее я анонсировал продажи мы с них вышли в принципе неплохо конечно упустили там последний такой пролив вниз достаточно сильный около там 3 процентов на текущий момент мы продолжаем торговаться ниже двухсотых средних скользящих то есть мы уже давно ниже данной скользящей не закрывались поэтому здесь такая шартовая зона но как-то агрессивно отсюда выкупают ну и плюс возможно вот будет риторика фрс да по поводу поднятия ставки и наверное как они будут смотреть на фондовый индекс он так прилично валится там сколько мы там падаем где-то 15 процентов с максимумом и возможно они будут как-то помягче говорить об повышении процентной ставки так как это будет более сильно добивать скажем фондовый индекс мне кажется вот так как это будет поэтому пока мы не закроемся по индексу выше двухсотой говорить о покупках возможно вот вчера видно было что они так агрессивно выкупают на часовиках ну там позавчера один импульс второй импульс хотя под под конец сессии достаточно скинули ну и плюс там по поводу геополитики что-то в принципе там как-то договариваться возможно вот мне кажется вот это основной триггер который влияет сейчас на фондовый рынок если там о чем-то договорятся то это позитивно повлияет на рынке и они будут расти а так пока если будет какая-то эскалация то негативно как-то вот такое мне мнение пока по рынку нету каких-то таких прям хороших хороших точек входа и мнение сказал по евро доллару индекс доллара конкретно как-то вижу а по другим с опаской пока смотрю на рынок да я думаю что рынок станет более определенным уже после сегодняшнего дня ну и к моменту наших с тобой следующих эфира потому что вот этот серьезный фундаментальный фонд будет уже позади и хочешь не хочешь но покупателям либо продавцам доллара уже точно придется определяться что они настроены покупать его или нет после от сегодняшнего заседания фрс ну и уже будем определяться также с риском активно окончательно тоже жду ясности тоже жду конкретики надеюсь что фрс сегодня не будет ходить вокруг да около и даст рынку достаточных тысяч для принятия правильных решений Виталий спасибо тебе большое что смог найти время соответственно удачного тебе закрытия недели тоже ты прекрасно понимаешь что нужно контролировать риски особенно по факту таких волатильных событий обсудим все снова в понедельник и классных встреч и выходных спасибо и пока спасибо за просмотр!